Здравствуйте, уважаемые подписчики! В этом видео речь пойдет о недавней новинке от компании Сигелей. Мод называется Сигелей Гло. Интересный мод с одной стороны. Здесь есть подсветка. Но с другой стороны, как по мне, это шаг назад. То есть очень много минусов я нашел по сравнению с тем же Fuchy M213+, или по сравнению с тем же модом Сигелей Каос Спектрум. Приезжает мод вот в такой вот картонной коробке спереди. И изображение самого мода. Вот такая вот нижняя подсветка. Здесь проверка на подлинность. И вот здесь еще есть даты изготовления моды. И также вариант его расцветки. Но в данном случае варианты RED. Сзади сертификаты, предупреждения. Ну и также, кому интересно, технические характеристики. 230 Вт это максимальная мощность. Входное напряжение чуть ниже. И также минимальное сопротивление 0.05 Ом. Я пробовал 0.08 без вопросов. Поддерживается режим варивата, нержавейка, титан, никель. И также режим TCR. Ну и стандартные температуры. Вот такая вот простая комплектация данного мода. Сертификаты. Гарантийная карта информации. Касаемо проверки на подлинность. Вот такая вот тоненькая инструкция. В том числе и на русском языке. И в этой коробочке находится кабель USB-Micro-USB для подзарядки. Вот такой кабель. Длиной где-то около 1 метра. Вес данного мода с двумя аккумуляторами. 219 грамм. И сигелика у спектра будет потяжелее. 248. То есть данный мод у нас немного легче. Первый минус. Первый момент, который мне не понравился в этом моде. Это его размер. Во-первых, по ширине он получился больше. И по толщине я сравнивал. Если здесь по ширине получается 45,5. То здесь уже 47,2 мм. Если здесь по толщине 31,7. То здесь в средней части ровно 30 мм. Друзья, произвели вот такое первое сравнение. Здесь победителем вышел Каос. Второй момент, то как лежит мод в руке. Здесь опять же Каос лежит намного лучше. Как я уже говорил, такое вот слегка софт-тач покрытие. При этом оно немного шершавое. То есть такой вот в руке мод лежит очень неплохо. Не выскальзывает. Если берем ГЛО, то здесь вот эта часть, она очень сильно скользкая. Вообще вот это покрытие мне не очень нравится. Напоминает какие-то дешевые айстики. Айстик Пика. Не знаю, айстик 20 ватт. Айстик 30 ватт. Следующий момент, друзья. Кнопка Fire находится сбоку. Здесь она большая. Она немного выступает. Нажимается из любого положения. Имеет приятный характерный щелчок. Но вот здесь вот... Давайте возьмем отвертку. Во-первых, кнопка, она как бы немного утопленная. Ну, во-вторых, меня вот этот момент беспокоит. То есть она имеет вот такой вот... Назовем это люфтом. Ну, грубо говоря, вот так может менять положение. Ну, и как-то сборка вот в плане кнопок у этого мода похуже. И вот такое вот отличие двух коннекторов. В обеих случаях подпружиненный. Но здесь зачем-то еще добавили вот такой момент под шлицевую отвертку. Но ничего здесь отрегулировать не получится. Тоже подпружиненный. Пружинит очень легко. Сам плюсовой контакт. В общем, друзья, вот такой вот коннектор. Если мы накручиваем 25-й диаметр, смотрится неплохо. Есть небольшой бортик. Если мы накручиваем 25-й диаметр на Cigley Kao Spectrum, здесь такого бортика уже не будет. Вот в целом 25-й диаметр сидит поувереннее на вот этом моде. Здесь смотрится чуть хуже. И в обоих случаях у нас неплохо смотрится 24-й диаметр. Ну, например, Lush Plus, который я пользуюсь на постоянке. Да, друзья, прошу прощения за голос. Серьезно так простыл. Но видео нужно снимать, так как накопилась очень большая очередь различных девайсов. Микро-USB разъемы находятся сбоку. Здесь он чуть выше, здесь чуть ниже. И также крышка. Ну, она, в принципе, на всех подобных модах, на всех последних пучаях более-менее одинаковая. У меня здесь уже установлены аккумуляторы. Пластиковый отсек. Вот такая вот пластинка. Плюс-минус. Балансир заряда. Один аккумулятор устанавливаем M+. Вверх второй аккумулятор минусом и закрываем. Ничего не шатается. Попробуем без аккумуляторов. Ну, без аккумуляторов. Да, можно ее таким махом открыть. Не знаю, стоит ли показывать плату. Это та же самая плата. Здесь она точно такая же. Да и на Foochai 213+. Все было точно так же. Нажимаем три раза на кнопку Fire и попадаем вот в такую вот менюшку. Здесь можем настроить TCR. Ну, а здесь выбираем саму подсветку. Вот здесь выбираем из шести вариантов. Все как вот в этом моде. Единственное, здесь подсветка реализована в несколько другом виде. Вот такая вот. Овальной формы на лицевой панели. Здесь такая вот нижняя выделенная часть. Получается, и давайте что-то выберем. Здесь есть три варианта. Отключить подсветку. Подсветка будет гореть только тогда, когда мы нажимаем кнопку Fire. То есть, когда мы парим. И следующий вариант. Она будет работать постоянно. Этот вариант я не советую. Но все-таки будут садиться аккумуляторы. Также здесь есть еще один пункт. Custom Mode. В котором можем настроить RGB. То есть, можем создать в плане цветовой расцветки что-то уникальное. Ну, то есть, подстроить под себя так, как вы сами захотите. Если мы с вами выбираем какой-либо режим подсветки. Подсветка у нас не только снизу, но и вот возле самой кнопки. Разогрев намотки здесь моментальный. Ток заряда составил 2,1 А. И также разряд аккумуляторов до 3,3 В. То есть, оба аккумулятора разрядились до 3,3 В. И также еще один неприятный момент, который я увидел на канале Балабла Вейпинг. Оставил он в таком режиме подсветку. То есть, сама по себе она работала. И, видимо, посадила аккумуляторы. То есть, даже ниже 3,3 В. Ниже 3 В. И один из аккумуляторов у него просто не заряжается в зарядном устройстве. То есть, вот такой режим подсветки. Да, вполне допускаем. Может негативно сказываться на аккумуляторах. Поэтому я и не советую данный режим включать. Можно использовать только при нажатии на кнопку Fire. Либо вообще ее выключать. В общем, тоже вот такой момент, чтобы вы знали. Это тоже будет минус по сравнению с тем же Kaos. А на Sigilei Kaos спектром я такого не замечал. Такой вот шаг назад получился у Sigilei. Не совсем понятная сборка. Как по мне, тот же Kaos и Fuchai в плане сборки будут немного лучше. Итог этого видео следующий. Если есть Fuchai, если есть Kaos, обновляться я смысла не вижу. Корпус, как по мне, стал похуже. Сборка. Немного более простенькая. Но в остальном больше сказать нечего. Вот такой вот небольшой шаг назад от компании Sigilei. На сегодня все. Всем большое спасибо за внимание. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok